Русские новости Русские новости Конечно, произошло ужасное, не просто фантастически циничное преступление, это не просто сумасшествие, это демонстрация религиозной и этнической расовой неприязни со стороны так называемых мусульман, конечно, ни к каким мусульманам они отношения не имеют, эти террористы, убийцы, прежде всего в отношении русского народа и православного большинства в России. Именно нам было отправлено это послание, подписанное также высшими должностными лицами Российской Федерации, которые отдали приказ средствам массовой информации не проронить ни слова про это чудовищное преступление. По этому поводу партия Великая Россия сделала заявление, официальное заявление, которое я сейчас и зачитаю. Убийство ребенка и демонстрацию отрубленной головы девочки нянькой из Узбекистана мы расцениваем именно как теракт, имеющий со стороны изуверов цель устрашения. Это не помешательство и не случайность, как не случайно и место, где совершилась циничная демонстрация с криками «Аллах Акбар» у входа на станцию метро «Октябрьское поле», откуда по традиции стартуют в Москве шествие русских националистов «Русская весна» 1 мая и «Русский марш» 4 ноября. В общий сценарий вписывается и запрет со стороны кремлевской группировки на освещение символического события в центральных средствах массовой информации. Мы полагаем, что изменники, захватившие власть в России, используют терроризм в целях удержания власти и способствуют тому, чтобы происходили кровопролитные войны в Донбассе и в Сирии, массовые убийства в результате терактов, погибшие над Синаем самолет с пассажирами, демонстрационные акции устрашения русского народа. Без этого правящая группировка не может держать русских в повиновении и убеждать их в своей нужности. Совершенно справедливо правоохранительные органы высказывают опасения, что после убийства девочки произойдет активизация националистов. Наша активизация произойдет непременно, но не так, как хотят так называемые правоохранители, мечтающие получить как можно больше поводов для политических репрессий. Мы не будем гоняться за таджикскими дворниками и узбекскими разнорабочими, потому что мы точно знаем, что главный враг русского народа – кремлевская олигархия, превратившая нашу страну в проходной двор и имеющая прямое намерение истребить в России все русское. Русский национализм – единственное средство спасения России от власти грабителей и изменников, от террористического кошмара и хозяйственной катастрофы. Именно русское движение имеет то, чего напрочь лишены либералы и леваки, устраивающие политические спектакли и дрязги на потребу невзыскательной публики и в интересах олигархии. Мы имеем концепцию будущего России и знаем средства его достижения. Мы заявляем, что убийство девочки на почве религиозной и расовой ненависти напрямую связано с деятельностью московских властей. Лично лжемэра Собянина, руководителей Департамента региональной безопасности Майорова и Олейника, руководителей региональных МВД и ФСБ. Все они вовлечены в постановку со сменой власти и обеспечения безболезненности такой смены для олигархии. Вместе со своими спонсорами в высших кремлевских кабинетах, вместе с бессовестными СМИ, вместе с русофобами всех мастей, они продолжают рассказывать сказки про мультикультурализм, толерантность, выдвигать миграционную ситуацию в России за образец стабильности, а поведение мигрантов за образец законопослушности. Уничтожая в Москве все русское, они продолжают заполнять столицу Россию ненужными ей гастарбайтерами, строить мечети и закрывать глаза на распространение исламского экстремизма и терроризма. Самозванцы, захватившие все ведущие посты в системе государственной власти и народном представительстве, ждут от нас опрометчивых действий и готовы дальше разворачивать репрессии и выискивать экстремизм в наших организациях, которого там никогда не было. Но мы отвечаем им иначе, призывами к бойкоту фальшивых выборов, организацией публичных акций за отставку московских и федеральных чиновников, ставших прямыми соучастниками данного конкретного убийства и организаторами геноцида русского народа. Мы ответим на очередной акт геноцида призывом здравых русских людей в наши ряды. Власть признала, что боится только русских националистов, а мы и есть русские националисты. Поэтому мы призываем вступать в ряды партии Великая Россия, русских людей, сохранивших честь и достоинство, и отказывающихся верить в то, что нынешняя власть способна хоть что-то делать на пользу нашего народа. Вместе мы определим, как действовать в сложившейся ситуации и в перспективе. «Связаться с нами можно по телефону 8-985-220-8002, 8-903-799-0751, а также через партийные группы в социальных сетях». Подписал лидер партии Великой России Андрей Савельев 1 февраля сего года. Еще одно событие текущих дней – это продолжение реабилитации деятелей XX века, нанесших колоссальный вред нашей стране. Не такие уж они и плохие, они человечные, они в жизни совсем такие же, как и мы. И Михаил Горбачев, который отпраздновал свой очередной полукруглый юбилей, 85 лет ему стукнуло, снова реабилитируется ныне действующей правящей группировкой, которая, безусловно, дает соответствующее распоряжение ключевым федеральным телеканалам. И они рассказывают подрастающему поколению, молодым людям, тем, кто не застал безобразие перестройки и постперестроечные преступления, что Горбачев не так уж и плох. Смотрите, какой милый старичок. На самом деле речь идет о том, чтобы реабилитировать всех деятелей XX века, которые нанесли стране стратегическое поражение, способствовали этому прямыми своими действиями. Любого государственного деятеля можно оценивать так или иначе. Объективная оценка говорит о том, что каждый из них что-то сделал полезное, что-то вредное. Если вред перевешивает пользу, значит, мы должны оценивать таким образом и человека. Мало ли, каким он был замечательным семьянином, и что у него там происходило в частных беседах с замечательными журналистами, которые, сочувственно причмокивая, кивали ему. В данном случае, конечно, идет реабилитация преступной деятельности или бездеятельности Горбачева, который фактически без боя сдал страну, за которую обещал бороться, ну, можно сказать, до конца своей жизни. В результате он просто пошел на пенсию, а страна была разрушена. Он не отдал в нужный момент приказания на уничтожение группировки Ельцина, Чубайса, Гайдара и прочих. Они должны были быть просто истреблены, как враги нашего Отечества. Этого приказа Горбачев не дал, потому что побоялся войти в историю как тиран. Ну, в общем-то, если человек боится этого, то не место ему во власти вообще. Если он ставит свою репутацию перед какими-то западными кругами выше, чем репутацию среди своего собственного народа, значит, это политик вредный для нашей страны. И таких вредоносных политиков нынче у нас в нынешней власти пруд пруди. Можно сказать, практически все, кто там находится, являются врагами своего Отечества, которые заискивающе смотрят в глаза тех, кто наблюдает за нашими событиями из-за рубежа. Они хотят выглядеть лучше, они хотят выглядеть демократами, но при этом сохранить свою власть террористическими методами, истязая свой собственный народ и русское большинство прежде всего. И убийство девочки шахидкой-террористкой, и сочувствие, можно сказать, этому событию со стороны кремлевской банды, это говорит нам о многом. И вот, переходя к следующему пункту нашей программы, нашей передачи, как раз и хотел бы заметить, что многие люди считают, что мы продолжаем готовиться к какой-то Третьей мировой войне. Это глупость, это не так. Третья мировая война не просто уже идет, она идет уже на территории нашей страны, и правят в нашей стране уже победители в этой войне. Те, кто получил от этой победы огромное состояние. 100 путинских миллиардеров, вот результат покорения нашей страны врагами. Но суть современной войны несколько иная, чем та, которая была в первой половине 20 века, в первых двух мировых войнах. И то, так называемые гибридные войны, велись уже в тот период. И вот сейчас я презентирую книгу, которую стоит прочитать, я уверен, что ее стоит прочитать, и приведу некоторые цитаты. Вот книга, которую я хочу представить нашим зрителям. Она называется «Мира война. Всех против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов». Ну, на самом деле, тут много ошибок в том, что даже в самом названии и вот этот вот фантастический монстр, который здесь нарисован, он, конечно, не будет применяться в тех войнах, которые ведутся сейчас. И прежде всего нас волнуют войны против нашего народа, против нашей страны. Я не говорю про государство, потому что как таковое государство Россия не существует. Существует государство Российской Федерации, точнее, выстроен его фасад, за которым свои шашни организуют олигархические группировки. А начинки, государственной начинки, как таковой нет. Все структуры государственной власти фальсифицированы и захвачены самозванцами. Неправильно в названии и указание на то, что здесь речь идет о концепции боевых действий англосаксов. На самом деле, речь идет вообще о новых типах войн, которые происходят, как в переходной период уже происходили, в течение второй половины 20 века. А сейчас, когда нам вбросили вот этот новый термин гибридные войны, нас пытаются смутить тем, что якобы это какое-то будущее, к которому можно подготовиться. Нет. Мы уже должны быть готовы к этому будущему. И прежде всего готовы, как граждане, которые хотят защитить свою страну, свой народ, свои семьи. Но при этом надо точно знать, где находится враг. Он находится не за границами Российской Федерации, а внутри этих границ, рядом с нами, прямо рядом с нами. В Москве это особенно заметно. Можно прийти в центр города и посмотреть на Кремлевские башни, точно зная, что за этими башнями, за этими зубчатыми стенами сидит наш враг. Конечно, он располагается и за границами Российской Федерации, но прежде всего, самый ближайший к нам враг, наносящий нам самый максимальный ущерб, это тот, который рядом с нами. Конечно, я не призываю к тому, чтобы, помните, как была поговорочка такая в советские времена, водка стала 7,8, все равно мы пить не бросим, передайте Ильичу, нам и 10 по плечу, если будет 25, снова будем зимний брать. Нам не надо брать зимний, нам не надо брать штурмом. Кремль, нам нужно прежде всего освободить свои мозги от того вранья, которое вот эти враги вливают нам в уши и заполняют нам мозг этим враньем, будь то бы они управляют Россией. Нет, они управляют своим бизнесом, а нас рассматривают как рабов. И если мы в качестве рабов не годимся, то мы подлежим уничтожению. Именно поэтому организуется переселение в московский регион всех, кто живет в России. Именно поэтому в Собянин и Воробьев два заговорщика, которые исполняют волю олигархии, предполагают зачистить Россию от населения, построить огромные города в Московской области, в той территории, которая тоже принадлежит в Московской области, но беззаконно была прирезана к Москве, теперь называется Новая Москва. Здесь хотят построить города численностью в 100 тысяч, 500 тысяч, в миллион, то есть тащить сюда всех, кто живет в Российской Федерации, и еще гастарбайтеров несколько миллионов. Ну, кто же будет строить все это безобразие? Готовы будут строить эти города, которые очень скоро станут трущобами, именно те, кого завезут из-за рубежа. Может, их потом обратно отправят, но, может быть, и оставят здесь, потому что через эту сеть, которая сразу превратится в бандитскую, очень удобно будет управлять этим пятачком, который будет называться Россия. Для нас Россия все-таки огромная территория, но она подлежит захвату корпорациями, поэтому был принят закон о территориях опережающего развития, то есть о том, как территории, вот эти территории, которые будут так названы, будут выведены из-под государственного управления, из-под действия Конституции местных законов и местных властей. Ну и людей не будет, какая местная власть сможет сопротивляться гигантским корпорациям, которые еще имеют в своем распоряжении колоссальные вооруженные группировки, которые смогут использовать, я уверен, в ближайшее время, в том числе и тяжелые вооружения. А легкое вооружение у них есть уже сейчас, и легальное, нелегальное, какое угодно. Бандформирование тоже в их распоряжении они всегда смогут разместить заказ на зачистку какой-нибудь территории от людей среди уголовников. Уголовников организовать и профинансировать и вооружить. А может быть они уже и вооружены и уже готовы к этим действиям, как чеченские бандиты, которые вывозятся с территории Чечни и используются по всей территории России как такие эскадроны смерти, куда за деньги их всегда можно пригласить и запугать по меньшей мере. Сейчас народ уже пуганный, поэтому быстро сдает свой бизнес, быстро выворачивает карманы и готовы к тому, чтобы наша страна была оккупирована, а их собственные результаты их собственного труда были просто сданы в руки вот этим закулисно действующим бандформированием, о которых, конечно, в средствах массовой информации никто особенно писать и не хочет. Так вот, вернемся к этой книге. Книга написана Владимиром Овчинским, советником министра внутренних дел, в прошлом начальником Российского бюро Интерпола, доктор юридических наук, генерал-майор милиции в отставке. И из этой книги можно сделать многие выводы, которые будут для нынешней власти крайне неудобны. Я процитирую эти выводы, процитирую то, из чего эти выводы можно вывести. И второй автор Ларина Елена Сергеевна, я думаю, может быть, она главный автор, предприниматель в сфере информационных технологий, член сообщества, практик конкурентной разведки, это вообще что-то такое любопытное, можно сказать, в рамках того, тех опасностей, тех угроз, которые здесь описаны, некая частная практика конкурентной разведки, любопытно, да, преподаватель Академии информационных систем, автор многочисленных статей. Книга достойна прочтения, прежде всего, за ее вводную статью. Вся остальная часть книги это переводы, это переводы действительно британских, американских авторов. Здесь опубликована стратегия национальной безопасности США и оперативная концепция армии США под названием «Победа в сложном мире 2020-2040». Много здесь достаточно интересного, но я процитирую только одну или две из статей, но прежде всего, введение. Вот что здесь некоторые мысли, которые я подчеркнул, а в целом, конечно, книжку стоит читать более внимательно, в особенности тем, кто исследует феномен современной войны, вот так называемой гибридной войны, и готовит какие-то рекомендации. Конечно, они не будут услышаны теми, кто сидит в Кремле, а может быть, будут использованы как раз во вред нашей стране, потому что там враги, я в этом абсолютно не сомневаюсь, каждый вздох и каждый выдох это вред для нашей страны, я абсолютно в этом уверен, поэтому я ни в коем случае, вот лично я, Андрей Савельев, служить этой власти не буду ни под каким видом, буду с голоду подыхать, но не буду ей служить ни в коем случае, напротив, я сделаю все, чтобы эта власть была оценена исторически, как предательская, изменническая и воровская, и лично Путин вслед за Ельциным, Горбачевым, Сталином, Лениным, были оценены по достоинству, как воры и негодяи. Вот что пишут авторы, в четвертом поколении войн децентрализованный подход получает дальнейшее развитие, явный фронт вообще отсутствует, явный фронт отсутствует, то есть не будет линии фронта, ее нет уже давно, в современных войнах нет линии фронта, и это значит, что линии фронта проходят везде, там где вы стоите, там и линия фронта. Размывание границ военного фронта и гражданского тыла это тенденция, которая ускоряется из-за того, что войнам между странами приходят на смену вооруженные конфликты с участием негосударственных игроков, например, групп повстанцев, сетей террористов, боевиков, криминальных организаций, но я бы сказал, и невооруженных группировок того же типа. Войны периодов производственных революций это в конечном счете войны за превращение конкурентов из субъектов, наделенных собственной волей, задачами и интересами в объекты, инструменты реализации целей победителя. Именно таковым объектом и является на сегодня Российской Федерацией и все ее руководство, фактически ставшее агентурой, агентурой чуждых нам сил. Ведутся своего рода войны за будущее, за то, кто даст миру смыслы. Вот эта смысл война, она ведется и мной, потому что я противодействую вот тем лживым смыслам, которые пытаются вложить в головы русских людей, чтобы они оставались рабами и обслуживали интересы тех говуляйтеров, которые сидят в Кремле. Человеческое общество, подобно всем сложным системам, меняется по законам нелинейной динамики. Мне очень близка эта мысль. Периоды прогнозируемого развития сменяются периодами неустойчивости. Они, в свою очередь, завершаются точками бифуркации, а более правильно говорить, моментами полифуркации. Если говорить просто, в определенные моменты истории человечества, в целом и в отдельных странах, в частности, существуют не две бифуркации, а гораздо больше возможностей полифуркации дальнейших изменений. По мнению даже осторожных экспертов, в ближайшие 20 лет до 45% рабочих мест в сфере умственного труда и более 2 третей в сфере физического могут быть заняты роботами и различного рода автоматизированными системами. Это говорит о том, что появится огромное количество лишних людей, не только тех, кто работает лопатой и метлой, но прежде всего интеллектуалов. Поэтому готовьтесь, господа, которые причисляют себя к интеллигенции, к безработице, к массовой безработице. Вы не нужны в этой системе. Если бы система была действительно разумная, то тогда, может быть, вот эти массы интеллекта передвинулись бы куда-то в сферу искусства, в сферу гуманитарную, в сферу образования, воспитания, но ныне действующей системе все это не нужно. Все это не нужно, поэтому весь интеллект пойдет в отброс. Вот реальность, которая уже наступает. Не случайно у нас сейчас идет массовое сокращение вузов. И, конечно, сокращается количество просто образованных людей, которые способны осмыслить реальность и принимать даже простейшие управленческие решения в рамках управления какими-то производственными комплексами. А они не нужны, потому что идет только добыча и продажа полезных ископаемых и манипулирование доходами граждан с помощью финансовой системы. Все, вся вот эта управленческая структура упростилась до нельзя. А эта власть занята тем, что ликвидирует в стране всякое приложение сил для интеллекта. И мировые тенденции этому способствуют, и мировая олигархия действует в этом направлении. Уже сегодня роботы, производимые в Соединенных Штатах и Японии, при окупаемости чуть более двух лет, оказываются на сборочном производстве более дешевыми, чем, например, китайские или индонезийские рабочие. То есть это будет означать снижение миграционных потоков, а точнее, может быть, эти миграционные потоки будут использоваться для того, чтобы превратить коренное население в пауперов. Этих занять на производстве при обслуживании робототехники, а коренное население просто выгнать вон, превратить в нищих, бандитов, в пауперов, в бомжей. Государства все более превращаются в государства-корпорации. Происходит переход к сословному и даже в чем-то кастовому социальному строению демонтаж демократических институтов. Это все про нашу страну. Некоторые думают, что, может быть, это про какие-то другие страны. Происходит приватизация государственных функций. Это то, что у нас уже произошло в Российской Федерации. У нас все государственные функции уже приватные, они не носят общественного характера. Мало кто знает, что 70% деятельности американского разведывательного сообщества управляется частными подрядчиками. Частные военные компании по своей огневой мощи и боевым возможностям уже сегодня превосходят государственные вооруженные силы из третьей десятки стран. То есть два десятка стран еще посильнее, чем вот эти частные военные компании, а остальные уже слабее и могут быть просто силой склонены к определенного рода политике. Происходит экспансия надгосударственных органов управления. Евросоюз – один из таких образцов. Наконец, все большую силу набирают наднациональные элитные сети и структуры. То, что произошло в России, проникновение сюда совершенно чужеродных структур, вот этих инородных для нас сетей, которые действуют в своих собственных интересах, а не в интересах государства российского и русского народа. В мире начинает властвовать гиперцикл, когда причины и следствия сплетаются в кольца и постоянно меняются местами. Гиперциклы же, как известно, это обязательное условие и питательная среда для нелинейной динамики, когда самые малые факторы могут вызывать гигантские изменения. Но это для нас как раз и спасительно, потому что все вот эти структурные изменения в управлении людьми могут разрушаться самыми незначительными ударами, которые мы наносим в интеллектуальном смысле. Мы надеемся, что тот или иной удар наконец-то разрушит эту систему, которая действительно превращает нас в нелюдей. И правительство только и ждет, как бы поскорее вы закончили свою жизнь, убрались вообще и перестали мешать им заниматься вот их любимым делом, извлечением прибыли, наращиванием капиталов и конкуренцией между собой, такой вот злобной конкуренции, когда объектом, по которому наносится удар, прежде всего является гражданское население. Но прежде всего они бьют по гражданскому населению, делая управление вообще невозможным. Потому что все-таки для того, чтобы вся вот эта система враждебная нашему народу существовала, нужно этот народ иметь, чтобы он копал землю, управлял какими-то станками, оборудованием. Именно не для себя, не для того, чтобы выживать, развиваться культурно, быть историческим народом, а для того, чтобы обслуживать интересы олигархии. Удар наносится по самым слабым. Кто, кому запрещено иметь оружие, а если запрещено, значит ты уже не гражданин. Вот по этим людям и нужно бить оружием самым зверским. Циничным образом устрашать. Вот отрезанная голова ребенка, это метод устрашения. Я уверен, что те вот террористы, которые стоят за этим чудовищным случаем в Москве, это тоже только подчиненные какое-то сословие, которому дают задания люди в белых рубашках и галстуках, сидящие в высоких кабинетах, за рубежом ли, здесь ли. Скорее всего здесь. Скорее всего здесь. Это же у нас кремлевские политтехнологи все время что-нибудь такое выдумывают. Вплоть до заказа политических убийств. Поэтому, ну что ж поделать. Здесь вот так вот решили тоже попугать русский народ или возбудить для того, чтобы люди бросились под полицейские дубинки, а их там поколошматили и всех их лидеров посадили бы за решетку. Вот вызов такой, вызов постоянно делается. А у нас должен быть адекватный ответ. И хотел бы я процитировать еще одну статью. Все вот эти концепции я не хотел бы цитировать. Вот статья Дэвида Килкулина «Грядущая война в городах». Интересная статья. Это военный специалист, австралийский полковник в запасе, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, автор бестселлера «Спускаясь с гор. Грядущая война. Эпоха войн в городах». Вот он пишет о том, как изменяется война в связи с тем, что она перемещается в мегаполисы, там, где люди живут. Ну, в пустом месте воевать. За что воевать-то? За кусок леса? Вот. Война будущего – это не война в горах, пустынях и лесах, а война в мегаполисах и городских агломерациях. Это очень важно для нас, потому что нас тоже стаскивают в городскую агломерацию, единую агломерацию вокруг Москвы. Может быть, еще там где-нибудь останутся еще небольшие агломерации. Но главное – это заселить Москву миллионами, десятками миллионов и превратить все это в территорию войны, для того, чтобы окончательно истребить русский народ, собрать всех вместе и, как в газовой камере, здесь всех удушить. Автор приводит пример Сомали, где воюя не на жизнь, а на смерть, конкурирующие группы бьются за ресурсы и территорию, но совместно охраняют, как мы выяснили, даже развивают телекоммуникационную инфраструктуру. Отчасти им это надо для войны, отчасти для того, чтобы продолжала функционировать индустрия денежных переводов, ибо, остановив эту индустрию, они лишатся денежных поступлений от диаспор извне. Ну, это наша ситуация. Никому не выгодно отключение мобильных телефонов. Никому не выгодно. Может быть, лишь выгодно выключить какую-то одну из сетей. Поэтому, скорее всего, я думаю, что эти люди организуют какую-то неизвестную нам сеть, которую будут использовать тайно, включая туда только своих. А вот все эти массовые сети телекоммуникации, они, конечно, вырубят, чтобы отключить возможность для людей самоорганизоваться. Ну, а в своем дворе, как мы уже отлично видим по Москве, никто самоорганизоваться просто не может. Ну, в свое время выкосили, Лужков выкосил все местное самоуправление, поэтому никакой самоорганизации не будет. Отключат телефоны, отключат интернет, все. И еще и воду не подвезут. И что вы будете делать в мегаполисе? Побежите куда? К ближайшему источнику воды. Через день вы уже будете там, а там вас тоже будут ждать. Отдадите все за кружку воды. Все свои накопления, все там серьги из ушей, все свои доллары, которые вы запасаете, все за кружку воды, и вы отдадите все. Вот к чему вас готовят. Вас готовят не какой-нибудь там Вашингтонский обком, а готовят Владимир Путин и его группировка, находящаяся якобы законно у власти. Она у власти незаконна, всякий русский человек должен это прекрасно понимать. Автор пишет о роли мигрантов, которые заполняют мегаполисы. Именно мигранты, по сути, представляют собой социальную соединительную ткань мегаполисов. Именно мигранты мегаполисов обеспечивают связанность в сфере транспорта, торговли, коммунального и городского хозяйства. Понятно, что мигранты являются городскими париями, их эксплуатируют, они вызывают недовольство коренных жителей городов. К этому добавляются во многих мегаполисах их этническая и религиозная чуждость. Поэтому ни у кого не должно вызывать удивление тот факт, что именно мигранты будут рекрутироваться в различного рода воинские формирования, террористические сети, неправительственные структуры. Вы думаете, те, кто управляет Российской Федерацией, этого не знают? Думаете, они не знают, что, заселив десятками миллионов мигрантов в Россию, они поспособствовали созданию этих криминальных сетей? Знают, прекрасно знают. Им эти сети нужны, например, для организации наркопотоков. Они же не борются с наркотизацией страны, они извлекают максимальную прибыль. Поэтому наркотики идут через Россию, в Европу, куда угодно, и в России, конечно, тоже оседают. Через существование вот этих сетей, организуемых мигрантами, из мигрантов. Да, конечно, с ними борются для того, чтобы показывать, что государство вроде как существует. Но основная масса наркотиков не попадает в сети госнаркоконтроля. Не попадает. Я думаю, что скорее этот госнаркоконтроль работает на то, чтобы эти сети сохранились. Нет, всерьез никто не борется с вот этими наркобаронами. Они сидят в Кремле, уверяю вас. К 2020 году из 25 крупнейших мировых мегаполисов 13 будут располагаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причем большинство из них в прибрежных районах. Климатические изменения и деградация природной среды еще более усилят давление на дефицит ключевых ресурсов и вызовут рост урбанизации и индустриализации в этих приморских перенасыщенных населением регионах. Ну, у нас Москва не приморский регион, но она тоже будет перенасыщена населением, и экологическая ситуация, снабжение продовольствием, вообще условия жизни будут чудовищными. И все это еще будет заселено вот этими мигрантскими бандами, которые уже сейчас существуют, как мы видим. При этом в мегаполисах, как правило, люди не имеют возможности приобретать продовольствие в нормальных городских магазинах и покупают продукты на рынках и в маленьких лавочках, где никто не контролирует качество продуктов и санитарную безопасность. Сейчас Собянин провел разгром такого рода лавочек, хотя первым это дело начал Лужков, Собянин пришел, еще погромил, но качество продуктов от этого не изменится. У нас немножко другая система, у нас все продовольствие во всех магазинах не контролируется, точно так же, как с наркотиками. Если надо, проконтролируем и покажем обществу, что мы работаем, на самом деле ничего не изменяется, качество продовольствия просто никудышное, нас просто травят этими продуктами. Ну, вы, например, заметили, как вот один из моих родственников купил в Ашане икру там для какого-то праздничного застолья, обнаружил, что она фальшивая, искусственная, написал жалобу, но к чему все это приводит? Я тоже знаю эту систему. Это приводит к обогащению так называемых правоохранителей. Они получают сигнал, приходят по месту, где этот сигнал обнаружил какие-то нарушения, допустим, вот в сфере продовольственного обеспечения, показывают эту бумажку и говорят, ну что, будем сидеть или будем делиться? Конечно, нарушитель будет делиться. Он делится с так называемым правоохранителем и на поступивший сигнал отвечают, проверка проведена, нарушение не обнаружено. Спасибо, до свидания. То есть, когда вы начинаете бороться с вот этой системой, вам кажется, что вы боретесь, боретесь, на самом деле вы подкрепляете ее, вы усиливаете ее, вы показываете, где есть в этой системе какие-то моменты, которые ее подрывают. И система быстро корректирует это здесь все, здесь вот действительно что-то шатко, давайте мы тут немножко подмажем, подопрем этот разрушающийся элемент, а вы сигнализируете. Спасибо вам, говорит олигархия, и спасибо за дополнительные доходы правоохранителей. Поэтому общественные активисты, давайте, давайте, конечно, вы в индивидуальном порядке сможете продолжать вот эту всю писанину и постоянно вас будут поддерживать. Иногда даже вы будете выигрывать эти дела, иногда даже кого-то там будут сажать, может быть, или изымать товар. Но результат-то будет катастрофический. Поделюсь, посмотрел по телевизору, случайно включил телевизор, посмотрел выступление одного из наших спортивных героев. Ну, раз он занимался дзюдо и занял какое-то там третье место на Олимпиаде, он спортивный герой, прежде всего для кого? Для Владимира Путина, которому тоже надо поддерживать имидж вот такого крутого мужика. Поэтому он этого олимпийца подтянул, включил в списки Единой России, и вот теперь он депутат. Вот господин Носов, нынешний депутат, был еще членом сборной команды на Олимпийских играх, и когда он, преодолевая боль от травмы, обливаясь кровью, которая текла у него по лицу, выиграл все-таки последнюю схватку и получил бронзовую медаль Олимпиады, он был героем. Но потом этот герой превращается в чиновника, который не в состоянии понять простой вещи, что он не является народным представителем и носит значок депутата Государственной Думы как самозванец. И вот этот самозванец, не имеющий достаточного опыта управленческого или просто опыта жизни, начинает проявлять активность. Ему сказали, ты должен бороться с нарушителями законодательства об обороте алкогольной продукции, против курения и так далее. И вот он развивает свою деятельность. К чему она сводится? Она сводится к тому, что подглядывают за ночными продажами вот в этих ларьках, которые были еще в Москве, ведут видеосъемку, потом это все пересылают в правоохранительные органы. То есть делают, по сути дела, то, что должны делать эти самые правоохранительные органы, контролировать вот этот оборот алкогольной продукции и выявлять правонарушения, наказывать. Теперь этим занимается депутат Носов, бывший олимпиец. Но мало того, он не понимает, что он делает, что он просто напрасно тратит те деньги, которые ему выделяются на зарплату обеспечения депутатской деятельности. Он этого не понимает. Он не понимает, что он не народный представитель, а просто такой вот нанятая политическая проститутка. Не может он этого понять. Господин Носов, я к вам обращаюсь. Вы не в состоянии понять, что вы не народный депутат. Но это мало того, вы еще занимаетесь ерундой. И в-третьих, вы превращаетесь в аморального человека. Когда вы пишете донос Собянину, какой снести павильон, где продавали там вот ночью алкогольную продукцию или продавали несовершеннолетним, этот донос, это просто постыдное дело. Потому что тоже должна действовать правоохранительная система. Есть нарушения, по нарушению есть соответствующие статьи, закона. А приходите сносить целый павильон, где продают не только алкогольную продукцию, и не только несовершеннолетним, а происходит обеспечение населения товарами, которые ему нужны. Это бессовестное деяние, написание доносов, господин Носов. Вот Носов, написатель доносов. Как это выглядит отвратительно. И кроме того, наконец, господин Носов прославляет Рамзана Кадырова за то, как замечательно он устроил безалкогольную Чеченскую республику. За чей счет процветания Чеченской республики происходит, господин Носов? Там рождаемость, он рассказал зрителям, что там невероятная рождаемость, там все такие здоровые. Как хорошо они там устроились. Господин Носов и все остальные, кто меня смотрит, за наш счет это все делается. За счет спаивания всего остального населения, тотального спаивания, причем самой мерзкой продукции, которую можно себе представить. В Чечне благоденствие происходит, за наш счет, там же не работают. Там не работают. Там считают деньги, которые Путин перечисляет из бюджета. И там собираются криминальные деньги от чеченского бандитизма по всей стране, который уже перешел в легальную сферу, захватил многие легально действующие предприятия. Мы становимся рабами вот этих бандитов, которые выступали с оружием в руках против нас. Разве это не элемент гибридной войны? И вы, господин Носов, бывший олимпиец, поддерживаете войну против своего народа. Вы же русский человек, по лицу вроде как русский человек. Может быть, вы одумаетесь по молодости лет, кто не совершал ошибок и глупостей. Поэтому я, произнося все эти резкие слова, я надеюсь, что депутат Носов одумается и перестанет служить негодяям, врагам нашего отечества, да еще и прославлять их. Вернусь к книге. Все это, вот все эти процессы, о которых я сказал, урбанизации, формирование мегаполисов, заполнение их мигрантами, делает людей потенциальным пушечным мясом в войнах и регулярных формирований за ресурсы и политическую власть. Еще более тяжелая, чем с пищей во многих мегаполисах, ситуация с водой. Средний класс даже в Европе не пьет воду из системы городского водопровода, предпочитая покупать в магазинах. Все возрастающий поток населения в условиях мировой экономической напряженности не позволяет городским бюджетам мегаполисов увеличивать расходы на полицию, систему безопасности, структуры правосудия, органы городского и районного управления. Все это про нас, про Москву и про крупные города России. Все более плачевным состоянием по всему миру оказываются в мегаполисах медицины и образования. Государственные больницы и школы с каждым годом деградируют. Все это создает питательную почву для преступных групп или негосударственных вооруженных формирований. Молодежь просто выталкивается в неформальную криминальную среду для рекрутирования в экстремистские и радикалистские организации по всему миру. Об этом свидетельствует не только опыт азиакских мегаполисов, но и массовые беспорядки, которые произошли в последние годы, казалось бы, в таких благополучных городах, как Париж и Лондон. Думаю, что у нас такие волнения будут. И уже происходили, просто о них так не принято вспоминать, а были у нас массовые выступления вот этих мигрантских группировок. Так вот, пора не только городским планировщикам и государственным политикам, но и военным задуматься о кумулятивном нарастании неблагополучия, связанном с деградацией среды обитания вне городов с углубляющимися проблемами внутри мегаполисов. Они должны понять, что миграционные потоки становятся своего рода насосом, который закачивает в города потенциал для преступности, насилия, недовольства и в конечном счете создают условия для формирования вооруженных банд или военизированных группировок. Мегаполис окружен экологически деградировавшей природной средой и множеством средних и небольших населенных городов со слабой, зачастую разрушенной инфраструктурой. Это населенные пункты в первую очередь принимают мигрантов, поскольку позволяют им работать в городе, а жить в наиболее недорогих, а то и вовсе бесплатных условиях. Это про Москву. Это про Москву. Вот, я думаю, что это, наверное, все, что в этой статье есть. Вот еще некоторые цитаты. В будущем негосударственные вооруженные подразделения будут в значительной степени опираться, растворяться и организовываться из гражданского населения, обладающего все возрастающим доступом к передовым технологиям. Так оно и происходит. Я надеюсь, что эти новые технологии будут использованы также и для русской национальной революции, которая должна сместить преступный путинский режим, режим гауляйтеров. Вот еще из другой статьи. В случаях, когда сильный противник ведет борьбу с постанцами, в том числе растворенными среди населения, он оказывается не в силах применять привычную военную тактику и подчас обращает репрессии против мирного населения. Это то, чем будет заниматься путинская администрация, путинские стратеги. Хотел бы еще в завершении поделиться своими мыслями о прочитанном. Я думаю, что очень поздно граждане России обнаружили, что они проиграли холодную войну, проиграло то правительство, которому они доверяли, и разрушение Советского Союза было результатом проигрыша в этой войне. Это значит, что не умели воевать, не те воевали, не теми средствами и не понимали принципов современной войны. Сегодня происходит то же самое. Современные генералы готовятся к прошедшим войнам, а не к той войне, которая уже идет и которая их уже давно победила, они уже давно стали игрушками в руках тех, кто победил нашу страну. И на следующем этапе действительно мы как народ оказываемся побежденными, потому что нами манипулируют враги, посаженные во власть и названные нашими руководителями, лидерами нашего государства, даже национальными лидерами, у которых есть какой-то хитрый план, которые якобы борются за российскую государственность. Ничего подобного они не делают, уверяю вас, ничего подобного. И те, кто вам говорит обратное, лгут, либо самым наглым образом зная, что происходит на самом деле, либо лгут, ничего не понимая в том, что происходит, не понимая, какова природа той гибридной войны, которая проиграна нашим народом. И только осознание этого проигрыша может привести нас к тому, чтобы освоить технологии победы, сбросить с себя вот это ярмо олигархии, которое нас одето и пока как-то нас не очень щемит. И поэтому мы не объединяемся в русское национальное движение, которое должно бы приобрести массовый характер, но пока продолжает находиться в зачаточном состоянии. Кстати, и военно-промышленный комплекс Российской Федерации, в которую вливаются колоссальные деньги сейчас, совершенно не приспособлен к той самой гибридной войне, для которой он абсолютно не может быть средством достижения победы. Это просто железо. Просто железо, как я уже неоднократно говорил, нет смысла службы у русского офицера и русского солдата, нет смысла защищать Российскую Федерацию, потому что это не Отечество, а действительно территория подчиненная, зависимая, колониально покоренная, нет смысла в службе, нет понимания того, какими средствами достигается победа. Есть имитации, театральные постановки, танковый биатлон, вот что есть, а реально армии как таковой нет, поэтому все вложения в ВПК это липа, выпускаются те виды вооружений, которые не помогают действовать в этой войне, или по крайней мере для того, чтобы эти компоненты, вот эти сверхмощные компоненты, там ядерные, подводные лодки с ядерным вооружением, там крейсеры какие-то, танки нового типа, и все ракетно-ядерное оружие, все это оказывается абсолютно бесполезным, если вы не решаете проблем, связанных с гибридным характером войны, то есть если вы не защищаете нацию, не формируете эту нацию, не формируете принцип солидарности вокруг определенного рода ценностей, и неприятие предательства, у нас же сейчас предательство введено в закон, предательство со стороны лично Путина распространяется на всех, кто считает себя его подчиненным, я вот не считаю себя его подчиненным, поэтому я вне, вне этой предательской деятельности, ну, конечно, это создает определенные трудности в жизни, и опасности, опасности лишиться свободы, опасности подвергнуться репрессиям, но тем не менее это лучше, чем быть предателем своего народа, своего государства и соучаствовать в том, что делают эти люди в растаптывании русской, восточно-христианской цивилизации. К сожалению, мало кого научили итоги войны в Чечне. В 1996 году российская армия потерпела поражение в Чечне. Почему? Именно в силу гибридности войны. Потом Путин достиг, вооруженным путем он их подавил, но тем не менее всю управленческую структуру отдал тем же самым бандитам. Кадырову старшему, Кадырову младшему, которые вокруг себя сплотили всех тех, у кого руки по локоть в крови, тех, кто участвовал в бандформированиях, отрезал головы русским солдатам. Вот сейчас эта дикая мусульманка потрясала головой ребенка, а тогда отрезали, мы знаем эти кадры, соучаствовали в убийстве пленных, достреливали раненых и так далее. Все самые отвратительные зверства, которые могут быть на войне, были применены вот этими чеченскими бандформированиями. И лица, которые их покрывают, сейчас находятся во власти. Это и Путин, это и Кадыров. Проигрыш в 1996 году был обусловлен предательским характером Ельцинско-Чубайсовско-Гайдаровского правительства. А проигрыш в 2001-2002 году предательством Путина. Да, генералы сделали свое дело, иногда достаточно жестоко, иногда помягче, как генерал Трошев. Ну, за это с ним расплатились, сбив целый самолет, не пощадив даже тех, кто вместе с генералом летел. Там многие десятки людей погибли. И генерал Шаманов, которому заткнули рот и дали возможность командовать воздушно-десантными войсками. Но для Остраски устроили ему такую автокатастрофу, в которой он едва выжил. Но теперь он ведет себя очень скромно и не позволяет никаких высказываний, которые могли бы как-то трактоваться противниками Путина не в его пользу. Просто помалкивает. Вот у нас помалкивающие генералы заведомо проиграли уже все войны, какие только можно себе представить, которые могла бы вести Российская Федерация. Все проиграно. Именно по причине того, что предатели управляют Россией. Окупационные силы на территории России включают в себя банды кавказских уголовников с узлом связи и управления в Чечне. Вот результат Чеченской войны, который достигнут Путиным. Вся управленческая структура состоит из агентов в негосударственной сети преступной олигархической структуры. Вот итоги управленческой деятельности Путина и его сторонников в течение последних 15 лет. Окупация страны негосударственными структурами. А вот итоги политического процесса, который организован в нашей стране совершенно не на пользу нашему народу. Это пресечение деятельности национальных сил и подмена политического процесса бесплодными склоками либерастов и коммунистов. И официозный патриотизм с целью не допустить русского реванша становления полноценной политической нации. А это как раз и есть наша задача – русская национальная революция, русский реванш, русская национальная диктатура, русское государство.